Ну вот, мы вернулись домой, и уже можно подвести итоги нашей поездки. Хочу сказать, что поездка в целом была очень динамичная и легкая. Она была такая, как отдых. Хотя, конечно, надо понимать, что путешествие – это не отдых. Путешествие – это туризм. Туризм, который с разными уровнями сложности. Есть такой горный туризм, есть велотуризм, есть те, кто сплавляется, водный туризм. У нас вот такое путешествие тоже как вид туризма. Хотя мы это делаем в отпуске, но это не традиционный отдых, как можно себе представить. Хотя мы, конечно, стараемся его сделать приятным, этот туризм, эти путешествия. Всегда добавляем какого-то релакса, там, бани, массажи, отдых на море. И в этот раз этого было немало, и это было очень приятно. Во-первых, хотелось бы сказать, что стран мы проехали много. Начиная с Мадрида, Испания, потом Панама, потом Кюрасау, потом Тринидад и Табаго, потом Гаяна и потом Суринам. Вернулись через Амстердам. То есть, это так, семь стран проскочили, и еще самолет садился транзитом в Колумбии, в Боготе. Поэтому, можно сказать, и восемь. Но, если так, по-хорошему, то Амстердама и Боготы не было, а остальные все были. То есть, шесть стран мы проехали. Было интересно, что все эти страны, они такие, ну, своеобразные. Если Мадрид, как бы, нам, ну, ничего такого особенного не добавил, в Европе мы тут... Единственное, я там обратила внимание, что попы какие-то большие, да, я говорю, боже, как-то странно это. Ну, в Мюнхене такого нет. А вот там, в Мадриде, такое было. То другие все страны и города, они были какие-то особенные в плане внешнем, в плане одежды, в плане даже денег. Вообще, мы ехали в Южную Америку, но мы оказались не в Южной Америке, как будто бы. Потому что, когда говоришь Южная Америка, ассоциация Латинская Америка, да? Все говорят по-испански, и еще есть большая Бразилия, которая говорит по-португальски. Вот этого всего там не было. Единственная страна, где говорили по-испански, это была Панама. Ну, помимо Мадрида, да, в которую мы прилетели. Вот. А все остальные говорили либо на английском, либо на голландском. То есть, вот так получилось, что мы оказались в таких бывших колониях, которые еще и получили независимость совсем недавно. Например, Гаяна получила независимость в 66-м году, то есть всего лишь 50 с небольшим лет. А Суринам вообще в 1975-м, то есть им еще и 50 лет нет. И они, соответственно, такие, какие-то еще полуколониальные в своем каком-то стиле и жизни. Интересно, что когда ты едешь в Южную Америку, ты все-таки настраиваешься на такой тип людей, что это будут индейцы, смешанные с испанцами. Ничего подобного. В большинстве стран черные, то есть африканцы. И ты вообще находишься в стране и думаешь, так, это Африка. Но приходишь на массаж, например, тебе ее делает индианка. Едешь в такси, тебя везет индиец. А потом едешь на экскурсию, тебя индонезиец везет. Почему так произошло? Потому что вот эти вот британские и голландские колонии, когда они получили освобождение от рабства, то к ним туда завезли рабочих. Раз рабы не работают, взяли рабочих из Азии. И в результате... И из Индии. Из Индии, из Индонезии, из Китая много понаехало. Нет, китайцы сами приехали. Сами приехали работать. Но факт тот, что ты постоянно находишься, и это такой микс азиатский, африканский. Даже название Акуна Матат. Вот, то есть ты как будто вообще не в Южной Америке. Ощущение Южной Америки было лишь в Панаме немножко. А потом все, оно напрочь пропало. Вообще непонятно, где находишься. Интересно было, что деньги. В основном там ходят доллары американские. Можно прямо ими платить, помимо местных денег. Например, в Панаме нам сдавали сдачу местными деньгами и американскими долларами. В перемешку. Вот. Платить ли мы в большинстве стран даже вообще не меняли деньги. Вот только для мелких меняли в Суринаме. А так все американскими деньгами. Или можно было в бывших голландских колониях платить евро. Это тоже там можно. Еще интересно, что их, вот именно в этих странах, американский доллар ценится выше, чем евро. То есть, например, за 10 евро тебе дадут ровно 30 суринамских долларов. А за 10 долларов тебе дадут 30,4 американских долларов. То есть получается чуть-чуть, но дешевле евро, чем доллар. В то время, как у нас здесь, вот если ты будешь сдавать евро, то тебе дадут 90 рублей, да. А если доллар, 80 рублей. То есть 10 рублей разница в другую сторону. Это интересно. Все эти страны были довольно, ну я не скажу опасными, но небезопасными. Во всяком случае, в трех странах мы видели мачете. И это нам так напоминало кое-какие события. Они карагуанские, десятилетние почти давности. Вот, и не везде можно было ходить свободно. Ну, нам говорили, в центре днем безопасно. Ну, так мы и старались делать. И проехали без происшествий, слава богу. Что еще я хочу сказать. Муж, когда планировал путешествие, он думал, что оно такое должно быть с элементами релакса. И это удалось. То есть мы действительно были почти постоянно либо на море, либо на океане, либо на реках. Вот, постоянно. Он так подыскивал. Мы увидели и Тихий океан, и Карибику. Такую красивую, да, бирюзовую там и голубую. Вот. И Атлантический океан. Но так как он был близок к рекам амазонским, да, то он был совсем некрасивый Атлантический океан. Хотя мы знаем, что он бывает и красивым. Таким же красивым, как и Карибика. Но в том месте, где мы были, он был такой серый. Серый, как слон. Серый, как дом. Так. Что еще я не сказала. В хороших отелях останавливались. И всего лишь только одно место в Гаяне. Вот эта вот Бартика была, в которой нам пришлось поискать отель неплохой. Неплохой. Ну и даже этот неплохой отель был все-таки с элементами недостатков. Но в целом они были, отели не очень дорогие. То есть не заоблачные цены. В пределах так сотни долларов. Вот так мы примерно за 100 долларов останавливались. Чуть больше, чуть меньше. И комфортно это было. Однозначно комфортно. Муж отмечает, что были очень вкусные фрукты. Да, они действительно были вкусные. Но их нельзя транспортировать. Мы вот привезли. И вот только те, которые есть невозможно, те и лежат. Вот эта вот гуава зеленая лежит. И вот эти вот оранжевые, которые мы не знаем, что это такое, они лежат. А, например, манго. Его едва довезли и быстренько съели. Вот. Пэшнфрут тоже начал весь, ну это маракуйя по-нашему, сжиматься. То есть его тоже быстрее надо было есть. Вот. Поэтому не довезешь их фактически. Или довезешь, а надо быстро съедать. В заключении хочу сказать про кофе. Там в хороших отелях кофе был. И все прекрасно. А вот в Гаяне и Суринаме, да, это в Гаяне и Суринаме, как-то кофе там не так, что в любом месте можно попить. В Гаяне так особенно. А в Тринидаде тоже особенно. Только в хороших отелях. Было интересно, что на вылете в Дьюти Фри мы купили кофе Гаянский. То есть он у них на самом деле есть. И очень необычный кофе. Я его уже пила и там, когда мы были в Америке, и дома. И хочу сказать, во-первых, он как грубого помола. Вот как соль грубого помола. То есть крупный. Во-вторых, он черный, черный, причерный. Как вот этот Юлия Смайлен, который нам не понравился категорично этот кофе. Мы его категорически купили две пачки и кое-как выпили. Вот. Этот кофе нам очень понравился. Он, оказывается, из региона Померун, который выращивает именно этот сорт кофе. Редкий сорт кофе. Называется либерика. В обычный кофе его добавляют только 5%. Потому что он дает низкие урожаи. Его невыгодно выращивать. А тут мы 100% либерику сейчас пьем. Какая она? Она как будто, я говорю мужу, как будто с цимтом. Цимт – это по-немецки кориандр. Как будто с кориандром. Не кардамоном, а именно кориандром. Вообще так интересно, так вкусно, такой сладкий вкус. В общем, нравится. Очень нравится. Вот. А в Суринаме на выезде тоже нам удалось купить вот этот кофе. Это суринамский кофе. Арабика. Обычная арабика. Муж ругается. За 15 долларов продали нам. Вышедший из срока давности кофе. То есть, его надо было выпить до 17 декабря 22 года. Говорит, эти индусы. Это он так индийцев называет. Хотя я его все время поправляю. Есть среди индусов и много... Среди индийцев и много же мусульман. Вот. Поэтому индийцев нельзя индусами называть. Вот. Он говорит, эти индусы мне продали вышедший из срока годности кофе. Ну, это что? Это такая характерная черта. Надо продать. И может быть, в Голландии такого нет. А вот в Суринаме, да. В общем, поездка понравилась. Дома хорошо. Ремонт не закончился. Буду рассказывать. Всем привет из Мюнхена.